Их надо не только во время урока Торы, вау, понял, интересно, а это нужно внедрять в свою жизнь, в действия, в какие-то, чтобы были решения, последствия. Поэтому в конце урока, пожалуйста, напишите свои какие-то, вот ваш сегодняшний вывод главный, да, хотя бы один вывод, лучше там 2-3 вывода в конце урока, в комментариях, прям напишите, я сегодня для себя понял вот это, например, да, или вот така у меня был инсайт. И потом, когда я это читаю, вы это читаете, то есть это происходит некая фиксация знания, и, ну, это и есть учеба, да, не просто услышал и информация прошла сквозь мозг, а именно что-то оттуда взял и зафиксировал, оставил у себя. И тогда эта Тора начинает работать внутри. Очень интересно, что есть в Перте вот такое, такая мишна, что тот, кто учит, например, и не повторяет то, что он выучил, похож на того, кто сеет и не собирает урожай. Представляете, человек засеял, оно выросло, а ты не собрал урожай. То же самое, когда ты выучишь что-то, ты, значит, ты посеял, у тебя как бы это знание внутри, как семена, но чтобы эти семена взошли, чтобы ты запомнил это знание, нужно обязательно повторить. И вот тогда все будет отлично. Значит, сегодня у нас пятый день недели, пятый день недели, и мы подошли к кульминации, значит, Машар Абейну с еврейским народом распродолжился возле горы Синай, значит, и написано было интересно, что Исраэль, вот я вчера на уроке сказал, что был народ Израиля назван Исраэль, как в единственном числе, одним словом, да. Что это значит? Даже дальше будет прямым текстом сказано, что в момент дарования Торы они были как человек один, как одно сердце, то есть у них полностью они слились как в единое сознание, в единое восприятие, то есть это было сделано неестественным путем, да, то есть это не было, что они вот прям объединились и так далее, то есть это Всевышний их поднял, чтобы был как носитель. Как, знаете, есть, сейчас очень хорошее сравнение, вот недавно у меня сын, он купил фотоаппарат, такой профессиональный фотоаппарат Sony, который там фотографирует, ну, он хочет стать этим профессиональным фотографом. И вот, значит, этот продавец фотоаппарата говорит, смотри, этот фотоаппарат так фотографирует, что, ну, когда-то очень он делает такие тяжелые там фотографии, это очень высокое качество. И на обычную память, такая память, да, это, он будет, когда он будет передавать, он замыкается, потому что скорость передачи этого потока, да, и скорость восприятия этой карты, они разные, они не, карта не выдерживает уже такую новую скорость. Вот есть новые карты, там, 30 мегабит, по-моему, в секунду, 300, 300, вот оно передает 300 мегабит в секунду, вот тогда это, типа, вот это вот надо, вот такую карту для этого фотоаппарата. И точно так же, когда Всевышний, он передавал Тору, то он, прежде всего, он выбрал Машерабейну Моисея, он был пророк, который был как чистое стекло, то есть он был, вообще не искажал. И Машерабейну, он выходил из тела, он воспринимал информацию, потом он возвращался в тело и передавал без искажений. Но народ, который был, да, он не мог, у него не было вот этой скорости восприятия, чтобы воспринять Тору. И Всевышний их, так как он творец мироздания, да, он их поднимал в тот момент, но нужно было обязательно, нужна была одна большая флешка в виде 600 тысяч, как сейчас-то тоже напоминают блокчейн. И нужно было, чтобы именно было 600 тысяч душ, которые соединились в одну душу, для того, чтобы вот это вот знание Тора, она могла в этот мир опуститься, и чтобы они могли дальше с этим знанием двигаться. Значит, сегодня вот как раз мы подошли к этой кульминации, и пришел Моше, и сказал старейшинам народа, и, значит, как бы выложил перед ними все слова, которые приказал ему Бог. Значит, он им, сейчас какие слова мы узнаем. И ответил весь народ вместе, в Айомру, и сказали они, коль Ашер дибер Ашем, все, что говорил Бог, так они сказали, на Асе, мы все сделаем. То есть, они, как бы в этот момент, ну, понятное дело, что Бог, Творец мироздания, в море раступилось, 10 казней, то есть, они были в состоянии, когда они сказали, все сделаем, вообще. Значит, Вайшев Моше Эдиврей Аам Эль Ашем. И, значит, вернул Моше слова народа Богу. Моше был передатчиком, вот этим вот передатчиком между народом и Всевышним, то есть, он был, как сказать, ну, то есть, есть формат, например, какой-то формат идет, да, энергии, информации, которые обычный человек не в состоянии воспринять. Моше Рабен, он был между ними, и он переводил, переформатировал то, что они делали, и, как бы, он был передатчик между Богом и людьми. И сказал Бог Моше, вот я прихожу к тебе, значит, в облаке, в облаке, какое-то облако особое, да, и, значит, услышит весь народ, как я разговариваю с тобой, и так же они в тебя поверят навсегда. И сказал Моше слова народа Богу, значит, Моше Рабену, он был самый скромный из людей, но Всевышний, очевидно, вот он хотел, чтобы это было именно так, и, значит, вот этот весь был спецэффект, нужно было, весь народ услышал две заповеди, мы узнаем дальше, какие, потом они сказали, мы не можем воспринимать, это невозможно, не выдерживая, у них от каждого мгновения душа отрывалась от тела, и они рассыпались, и приходилось их заново оживлять все время. И сказал Бог Моше, значит, это мы уже прочли, теперь дальше, и сказал Бог Моше, иди к народу, и в этидаш тем аем у махар, значит, и осветитесь сегодня и завтра, и, значит, постирайте ваши платья, одежды, и будьте готовы к третьему дню, потому что в третий день спустится Бог, значит, на глазах всего народа, на гору Синай. Теперь дальше он дает инструкции, смотрите, инструкция к дарованию Торы, вот в тот момент, было три дня подготовки, а потом еще три дня подготовки, сейчас мы узнаем, как они должны были подготовиться. Но здесь тоже есть вот эта вот метафора такая, да, понимание, что если ты хочешь что-то реально получить большое, к этому надо подготовиться, то есть должен быть период подготовки, и потом, значит, ты можешь подняться на какую-то высоту, чтобы что-то получить. И, значит, сказал Бог так, что есть граница, где начинается эта гора Синай, вот к этой границе нельзя даже приближаться, потому что тот, кто поднимется на протяжении этих шести дней подготовки и дотронется хотя бы до этой горы, значит, каждый, кто дотронется, он умрет, умрет, умрет. То есть, получается так, народ готовился, он поднимался, освещал себя снизу, Всевышний, наоборот, он как бы спускал вот эту вот, ту святость, которая духовная, которая не относится к этому миру, он ее как бы сжимал, 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 чтобы спуститься на эту гору сверху. И вот этот вот момент подготовки, туда нельзя было попадать в это пространство, кто-то туда попадал, он сразу умирал. Значит, и его даже до него нельзя дотрадиваться, до того человека, который туда попал, его нужно было забить камнями, значит, если он нарушал приказ Бога, да, и животное тоже. То есть, что-то там происходило какая-то современным языком изменение пространства, искажение пространства. И спустился Маше с горы к народу, и освещал себя народ эти три дня, и постирали они полностью свои одежды, то есть, они полностью очистили себя. И сказал он народу, будьте готовы к третьему дню, не дотрадивайтесь до женщин. Значит, три дня нельзя было дотрадиваться до жен, значит, женщины и мужчины должны были быть отдельно, не вступать в отношения, не вступать в отношения, чтобы не было сильного извержения, то есть, три дня они должны были быть отдельно. И на третий день утром вы и будут, значит, будет гром, молнии, землетрясения, и, значит, вся эта гора будет спуститься, облако такое на эту гору. Ну, и вот во время всех этих вот природных такой, вся природа будет, как есть в псалмах, есть такой псалом, говорится, что, значит, Арим Рагду Каэлим, Гваот Тивне Цон, когда было одарование Торы, что горы прыгали, как бараны, значит, и Рагду Каэлим, Гваот Высоты, как, ну, тоже как бараны, только как мелкий рогатый скот, да, то есть, они такие, То есть, все тряслось, было такое землетрясение. И что, значит, и вот в какой-то момент раздался, раздался звук шафара, шафар это как бараний рог, такой раздался, такой звук шафара, очень сильный, хазак Маот. Вот. И, значит, в этот момент начал дрожать весь народ в ладере. И вышел Маше к народу, вышел он к всесильному из ладеря, и, значит, стал он под горой. То есть, представляете, эти все, вот, если представить, как это было, причем мы должны это представлять, как это было, потому что есть шесть, после молитвы утренней читают, шесть зихронот, это называется, шесть вещей, которые нужно помнить. И вот это входит в шесть вещей, которые нужно вспоминать каждый день, чтобы ты не забыл тот день, когда ты стоял у горы Синай на Хореве и получал Тору. Это одна из вещей, которые нужно помнить каждый день. Вар Синай Ашан Куло. И вся эта гора дымилась. Представляете, поднимался огромный дым. Мипнешер Ярат Алай Алаф Ашем Баэш. Потому что спустился на него Бог в огне. То есть, представляете, дым, огонь, земля трясется, значит, очень интересно. И поднялся, значит, поднимался такой, как столб дыма. Как будто бы это была огромная печь для выплавки. Ну, печь, в которой плавили металл. И, значит, дрожала вся эта гора, очень дрожала. И был коль шафар, олех вехазек. И вот этот звук шафара, звук вот этого вот, как из шафара, он усиливался, усиливался, усиливался очень сильно. Моше и дабер велаим я не обеколь. И было слышно, представляете, ну, там стоят миллионы людей, это гора. И Моше говорит что-то, слышно. И как раздается голос Бога. И тоже это было всем слышно. Значит, на сегодня отрывок этот заканчивается. Две заповеди слышали все. Я Бог, который вывел тебя из земли египетской. И вторую заповедь слышали все. Это не будет у тебя других богов. Потом сказали люди, это мы завтра мы прочтем, что невозможно это выдерживать. Человек не может выдерживать такое духовное напряжение. И, значит, пускай Моше говорит с Богом. Есть очень интересная такая вещь. Значит, когда маленький ребенок, он годик ему может быть, да. Есть такое, что перед сном родители говорят ребенку, Тора цива лану муше. Тору приказал нам муше. Мураша Тилат Яаков. Она, Мураша, это наследие общины Яакова. Все, это как бы ему вечером надо это говорить. Он еще маленький, но эти слова как-то ложатся ему на подсознание. Теперь Тора, Тора, само слово на иврите, оно состоит из четырех букв. Тав, это 400 его числового значения. Это последняя буква алфавита из 22 букв. Вав, это 6 числового значения. 406. То есть, Рейш, это 200 числовое значение, 606. И Эй, это 5. Это пятая буква и 5 числового значения. Вместе получается 611. Тора, в которой всего 613 заповедей, значит, Тору 611 передал нам муше. А две заповеди слышал весь народ от Бога. Это первая заповедь. Я Бог, который вывел тебя из земли египетской. И не будет у тебя других богов. То есть, получается, даже в этой коротком выражении зашифровано тоже, если глубоко копнуть, прямо четко-четко математика и структура этого мира, который был построен по Торе. Вот. Теперь, как это касается каждого из нас в обычной жизни? В обычной жизни человек, он... Не каждый человек способен воспринять Тору. Даже сегодня. Для многих людей это выше их уровня духовного развития, выше их уровня восприятия сегодня. То есть, подготовкой к дарованию Торы является действительно очищение своего интеллектуального поля, духовного поля, эмоционального поля. Это хорошие качества. То есть, Тору может принять только человек добрый, человек, который умный, человек, который не может слушать. То есть, для того, чтобы принять Тору, нужно быть уже на высочайшем уровне человеческом. Дальше ты... Тогда ты можешь принять, понять, осознать. И дальше уже Тора начинает тебя развивать. То есть, ты дальше садишься на такой духовный экспресс, и ты начинаешь на этом лифте, да, духовном, ехать, 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 все выше и выше. Но не каждый, не каждый может, конечно, это понять. Теперь, когда... Еще есть важный момент, что Торой... Вот мы сейчас изучаем Тору нету, да? То есть, мы читаем недельную главу, читаем отрывки, читаем комментарии. Раши, ну, классика, то есть, это Тора классическая. Есть много, много есть разговоров вокруг Торы. И когда говорят, знаете, у меня всегда было такое, с первого дня, вот кто-то... Я приехал сюда, один там, мой знакомый, которого я раньше знал когда-то, говорит, да ну как это религиозно вообще посмотреть, религиозно, они вот сколько там, по публичным домам ходят. Я говорю, а ты видел? Он говорит, не видел. Я говорю, ну, может, не ходят, может, наврали тебе. Кто тебе рассказывал? Говорю, нерелигиозные? Говорит, ну, нерелигиозные рассказывали. Говорю, наврали, значит. Он говорит, нет, а если я сам видел? Я говорю, ну, а что тогда тебе плохо? Ты ходишь по публичным домам, и они ходят. Это же не плохо по твоей системе. Значит, если ты считаешь, что это плохо, зачем ты ходишь? Он такой говорит, я видел, да, и что ты мне скажешь? Вот ходят же они, ну ходят. Я говорю, а если ходят, то это переодетые, говорю. Переодетые нерелигиозные, которые переоделись в религиозных, и они, значит, ходят по публичным домам, специально, значит, чтобы ты такое рассказывал. То есть в чем смысл? Когда человек, он хочет доказать, что что-то неправда, Тора неправда, духовность неправда. Это показывает только его чистое намерение оставаться в той грязи, в которой он живет. И если человек, он хочет действительно приблизиться к Богу, он хочет постигнуть божественную мудрость, он не будет очернять, там говорить, он спокойно себе, то есть Бог это прежде всего добро. Если человек не добрый, и он не, нет в нем вот такого, ну хороших качеств душевных, то он, конечно, Тора не сможет вас принять. Это тоже мой личный такой урок из сегодняшнего, из сегодняшнего того, что мы изучили. И теперь, если у вас есть тоже какой-то ваш личный инсайт, напишите. Уже сам факт написания, формулировки и фиксации того, что вы получили из урока, позволит вам это сохранить. Если вы это повторите, если вы кому-то расскажете, если вы поделитесь уроком своими инсайтами, то это поможет вам закрепить. И получается тогда, что вы будете помнить то, что вы учили, и Тора будет у вас как семена, которые потом дадут плодами здоровья, благополучия, прекрасные отношения, вечную жизнь. То есть все это Тора, Ана, Киорах, Ямим, Ушноткаим, Вешалом, Весифулах. Слова Торы, долгожительство, наполненные дни и шалом, они добавят тебе, это говорил царь Сламон. Поэтому, значит, вот сейчас как раз самое время зафиксировать то, что вы поучились, и помолиться кому что нужно от Всевышнего, сейчас самое время. А мы вместе молимся, чтобы прежде всего закончилась война, прям чем быстрее, тем лучше, чтобы ни один человек больше не умирал на этой бессмысленной войне, чтобы все вернулись по домам и начали заниматься производительным трудом, духовным, физическим и здоровьем. Все, до свидания, удачи, успехов, до завтра. До завтра. Очень интересно почитать, какие у вас были инсайты и выводы. Напишите, пожалуйста. Продолжение следует...